И поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. На днях отмечалось, что в Москву прибыл очередной транспортник типа ИЛ-76 из Тегерана. Естественно, мы предполагали, что это могут быть комплектующие или сами уже готовые шахеды, поставленные из Ирана в Российскую Федерацию. Так вот, британская разведка подтверждает, что Россия начала получать регулярные поставки шахедов. В британском ведомстве отметили, что Россия, очевидно, запускает шахеды по двум направлениям. Из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке. Но поставки из Ирана опять начали носить регулярный характер. Видимо, те взрывы и пожары, которые были на заводах производящих, в том числе и комплектующие для беспилотников типа шахед, ликвидированы силами иранцев и они восстановили опять производство. Так что вот такая вот, можем ожидать очередных атак, вот как двое суток подряд они нас кошмарили этими шахедами. К сожалению, можем и дальше, в ближайшее время, может быть, опять атаки вот этими беспилотниками типа шахед, иранского производства. Далее, по Европе идет своеобразная волна подписания и ратификации договора о поставках одного миллиона боеприпасов силам обороны Украины. После выполнения обязательных административных формальностей к этому в среду Министерство обороны Испании, об этом заявила Маргарита Роблиц, подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов в рамках Европейского Союза. Таким образом, Испания присоединяется к первой группе из 18 стран, подписавших это соглашение, сообщает Министерство обороны Испании. Если все уже подписано и все процедуры соблюдены, значит мы в ближайшее время начнем получать боеприпасы из Испании в том числе. Я напомню, что согласно этой договоренности, есть страны Европейского Союза, которые подписывают это соглашение, ратифицируют это соглашение. Там сказано, что они могут отдать до 90% своих запасов по 155-мм снарядам для нужд вооруженных сил Украины. А с последующим восстановлением и пополнением запасов боеприпасов, необходимых той или иной стране. Это все оплачивается руководством Европейского Союза. То есть Брюссель взял на себя все финансовые затраты по поставкам этих боеприпасов. Так что ожидаем эшелоны с боеприпасами или конвои с боеприпасами. Трудно сказать, какими способами они попадут в Украину. Но в принципе нам это уже не интересно. Главное, чтобы они попали, как говорится, дорогая ложка к обеду. Министерство обороны Украины сообщило о том, что вторая группа артиллеристов завершает обучение на британских САУ ААС-90. В учениях под руководством более тысячи военнослужащих из Великобритании, Канады, Австралии, Новозеландии, Швеции и Финляндии, в специализированном заведении Королевская школа артиллерии, украинские военные овладевают высокоточной современной артиллерийской системой ААС-90. Около трех недель назад мы анонсировали о том, что наше Министерство обороны анонсировало о том, что мы получили 33 таких установки. Сейчас анонсировано еще получение 8 таких артиллерийских установок. И тысяча это столько инструкторов. То есть понимаете, какой объем обучения наших артиллеристов эксплуатации на этих гаубицах. Кстати, скажу, что ААС-90 и польский Краб это, можно сказать, молочные братья. Почему? Потому что Польша делает свою САУ-Краб по лицензии, по британской лицензии. И они используют артиллерийскую часть, башню и артиллерийскую часть от гаубицы ААС-90. Ходовая польская, сборка польская. Ну и, соответственно, у них начинка там тоже польская. И получается, что Польша выпускает ее под названием Краб. Этим они, вот то, что я перечислил, этим они отличаются. А так это, в принципе, одна и та же артиллерийская система. Так что, обучая наших артиллеристов в Великобритании, мы получаем двойной эффект. В плане того, что они могут управляться как с ААС-90 британской, так и польской Краб. Далее, Северная Македония продолжает радовать. Нас, они, недавно были, была передача, я вам говорил, что они отдали нам Су-25, штурмовики. Но они не летающие, их отдали нам в качестве. Кстати, они их когда-то у нас покупали. Мы когда-то оказывали помощь Северной Македонии, когда у них была война на территории, когда правительственные войска пытались громить, точнее, громили незаконные вооруженные формирования, оппозиционные, пытавшиеся свергнуть законную власть. Так вот, теперь нам это вооружение возвращается. Миги на Сушке-25 они нам отдали в качестве запчастей, чтобы мы могли их разобрать, разбраковку сделать. Но, сейчас Украина подала заявку на 12 ударных вертолетов Ми-24. И я так понимаю, что Македония ответила нам позитивно и, скорее всего, в ближайшее время, что, ну, кстати, министр обороны Северной Македонии, Славянка Петровская, сообщила на македонском телевидении, сообщила, что ее страна передаст Украине 12 вертолетов Ми-24 огневой поддержки для, ну, естественно, для борьбы для вооруженных сил или воздушных сил сил обороны Украины. Так что, ожидаем еще 12 вертолетов в подспорье к тем, которые существуют у нас на сегодняшний день. Вооруженные силы Соединенных Штатов не остались в долгу. И вы знаете, что буквально несколько дней назад была обстреляна с сирийской территорией, была обстреляна американская военная база. На территории Ирака есть погибшие, есть раненые, причем там 5 военнослужащих ранено, один гражданский наемный рабочий и один наемный рабочий погиб. Соединенные Штаты нанесли многочисленные воздушные удары по Сирии, по группировкам проиранских боевиков. Об этом нам сообщает Пентагон на своих официальных источниках. США обвинили боевиков в атаке беспилотников на свою базу, в результате которой погиб американский работник по контракту. Ну вот я сказал, ранен и есть раненые, в том числе и среди военнослужащих. Так что Соединенные Штаты показали, что на каждый прилетевший беспилотник будет серьезный ракетный удар по проиранским боевикам. Я напомню также, что по Сирии регулярно наносят, уже в этом году за 3 месяца было 5 авиационных ударов по и опять же иранским боевикам на территории Сирии. Это регулярно осуществляет авиация Израиля, пытаясь не допустить передачу оружия террористическим организациям типа Хезбалла или Хамас. Далее, Большая Семерка позаседала и приняла для нас опять же очень позитивное решение. И страны G7, Большой Семерки согласились на отстрочку долговых выплат Украиной в течение действия программы МВФ, заявило Министерство финансов Канады. Канада сегодня председательствует в Большой Семерке, и вопрос касался финансовой сферы, поэтому Министерство финансов Канады делает такое заявление от имени Большой Семерки. МВФ огласила программу поддержки Украины, финансовой поддержки Украины на 2023-2027 год. Вот такую вот программу развернуло МВФ для того, чтобы поддержать нашу экономику и для того, чтобы страна не свалилась еще и в финансовый кризис. Так вот, на время работы этой программы, то есть до 2027 года, Украина освобождается от выплаты кредитов и долгов по ранее взятым кредитам. Да, после 2027 года надо будет выплачивать, это отсрочка, это не списание кредитов, но тем не менее, сегодня наша финансовая система не будет нести никакой дополнительной нагрузки по выплате внешних долгов. А там после войны уже будем более конкретно разбираться. Есть программы по реструктуризации долгов и по отсрочке их выплат и так далее. А может быть что-то нам еще и спишут, если мы будем себя хорошо вести. Еще боеприпасы. Опять же, это наша, будем так говорить, большая проблема. И на сегодняшний день мы пытаемся решить всеми силами. Так вот, у нас есть еще один источник, еще больше боеприпасов, произведенных пакистанскими артиллерийскими заводами. Начали поступать или продолжают, это уже не первая партия, продолжают поступать в ряды вооруженных сил Украины или для нашей артиллерии. На этот раз Пакистан передал нам 122-миллиметровые реактивные снаряды для систем ГРАД пакистанского производства. Так что, видите, мы пытаемся решить этот вопрос и пытаемся решить эту проблему для нужд вооруженных сил Украины. Ну и еще одна новость от Института изучения войны, а именно, что президент Путин начал очередную информационную операцию, чтобы воспрепятствовать нашему сопротивлению и постараться опять в очередной раз убедить Запад, что не имеет смысла помогать Украине. Ну, это у него нескончаемость. За одной волной не успевает, как бы, пройти одна волна информационной атаки на наших западных партнеров. Это не столько против нас, сколько против Запада наших партнеров, чтобы они перестали нам помогать. Иначе Россия не может нас победить. И даже появляется тенденция к тому, что Россия может проиграть, причем в ближайшей перспективе, эту войну. Так вот, в интервью Государственному российскому новостному каналу, это 25 марта, то есть вчера это состоялось, Путин заявил, что Запад не может поддерживать поставки оружия Украине и преувеличил потенциал России по мобилизации собственной оборонно-промышленной базы, чтобы создать ложное впечатление, что дальнейшее украинское сопротивление и западная поддержка Украины бесполезны. Так вот, Путин заявил, ну, понятно, пропагандистский канал у себя, свой карманный, Путин заявил, что украинские войска расходуют до 5000 снарядов в день. Ну, мы расходуем немножко больше, ошибся немного. В то время как Соединенные Штаты производят в среднем 14-15 тысяч снарядов в месяц. Ну, тут Путин заявил, что запланированное Западом увеличение оборонного производства не будет соответствовать запланированному России увеличению. Ну, тут опять же, видите, манипуляция. Давайте, чтобы разъяснить. Дело в том, что нам, Соединенные Штаты, нам поставляют боеприпасы, но поставляют, мы, они же не поставляют их с конвейера. То, что выходят с конвейера новенькие боеприпасы, они в основном все идут на склад, в большинстве своем. Мы получаем из складских запасов. Для этого, я уже объяснял, вот, для этого склады существуют в любой стране. Он является такой буферной зоной. С одной стороны, армия расходует боеприпасы со склада, а с другой стороны, промышленность этот склад наполняет. Только армия может расходовать сегодня больше, завтра меньше, а промышленность, она, знаете, как стабильно, как ручей, течет и течет постоянно. И как только армия уменьшает расход, сразу склад начинает наполняться. Как только армия увеличит расход, склад начинает опустошаться. Но не так, что он хоп и закончился. Нет, такого не бывает. Плюс, опять же, Путин забыл сказать, что Европа дает боеприпасы. Будет сейчас миллион снарядов давать. Пакистан, пожалуйста, я вам только что привел пример. Перед этим были сообщения по 122-мм снарядах гаубицам Д-30 пакистанского производства. Сейчас к системам ГРАП Пакистан дает. То есть, он пытается манипулировать, но, слава богу, на Западе тоже считать умеет. У них тоже калькулятор свой есть по поводу боеприпасов. И вот дальше Путин объявил, что к концу 2023 года Россия построит более 1600 новых танков. И что к тому времени у России будет в три раза больше танков, чем у Украины. Путин, вероятно, воспользовался возможностью, чтобы развить этот нарратив, основываясь на сообщении издания Financial Times от 19 марта о том, что европейские производители оружия скрючены, в кавычках, нехваткой взрывчатых веществ. Путин утверждал, что продолжающиеся поставки западного оружия в Украине это просто попытка затянуть войну. Насчет новых танков огромные сомнения. Огромные. Потому что мы на сегодняшний день видим, что вся военная промышленность России загружена частичной модернизацией и попыткой восстановить техническое состояние старых танков. Мы видим бронетанковые заводы, которые загружены Т-62. Сейчас будут Т-55, Т-54, Т-72, БТР-50. Сейчас появились, сегодня, кстати, появилось такое сообщение. Я, правда, пока еще не нашел второго источника для подтверждения. Но, тем не менее, что Катюша и БТР-40 замечены в перемещении в Российской Федерации. Причем на довольно больших количествах, на воинских эшелонах. Так что ЗИС-6 снимается с хранения и БТР-157 тоже снимается с хранения, на которых стоят системы БМ-13, это система Катюша. И БТР-40 тоже на базе 157-го ЗИЛа снимается с хранения. Я, как бы, пока не утверждаю, что это истина, потому что я только в одном источнике это видел, постараюсь уточнить. И завтра либо подтвердим, либо опровергнем. Но, тем не менее, такое есть. И вот это вот 1600 новых танков, новых танков. Я так понимаю, что 1600 новых танков, это если бы Россия произвела до конца года, кстати, это даже превышает довоенные возможности, когда были поставки всех чипов, всех комплектующих, там, французских прицелов, этих самых, немецкого навесного оборудования для двигателей танков. По тому, что они там еще брали радиостанции, точнее, не европейские, у них в основном китайского производства. Вот такие вот приборы. Сегодня этого всего нету. Откуда 1600 танков? Но, тем не менее, вот грозно Путин заявил, что у меня тысячу... Опять пугает танками. Хотя, по количеству потерь, боевой состав российской армии закончился. 3,5 тысячи танков в боевом составе было на момент начала вторжения, массированного вторжения российских войск в Украину. На России насчитывалось, в вооруженных силах Российской Федерации насчитывалось 3500 танков в боевом составе. Это и исправных, и неисправных, там, ожидающих ремонта, и модернизированных уже. Вот, но всего было. И посмотрите на цифру потерь в танках. И сколько танков теряет Россия сегодня практически каждый день. От 7 до 15 единиц ежесуточно. Так что эти 1600, они погоды уже не... Тем более к концу года. Они погоды уже не сделают. Но, тем не менее, видите, вождь Российской Федерации пытается пугать. Ну, и еще одна новость, тоже такая встреченная мной, но очень удивительная, что российский диктатор Путин признал, что у России есть проблема со снарядами. Из-за чего вводятся лимиты для их израсходования. Ну, я думаю, что вот эти вот Т-55, Т-54, это, кстати, тоже может быть связано с тем, что боеприпасы к этим танкам есть в больших количествах. Ну, и вполне возможно, что мы увидим артиллерию других калибров, которые еще не использовались. То есть, калибров меньше 122 мм для артиллерии, например, 85 мм, калибр 100 мм, эти самые пушки нарезные могут появиться на линии фронта. Ну, тем не менее, вот такая вот вишенка на торте сегодня, что в России даже на уровне Кремля начинают задумываться о нехватке боеприпасов. Кстати, то, что написал Financial Times по поводу нехватки взрывчатого вещества, да, на рынках такое возникает. При резком увеличении спроса, естественно, возникает вакуум. Но он, как правило, регулирует, на то он и рынок. Он регулируется либо ценой, либо он регулируется поставками большего количества взрывчатых веществ. Кстати, Россия тоже покупает взрывчатые вещества на внешнем рынке. Их собственного производства не хватает даже для выпуска боеприпасов, если брать в довоенных объемах. Россия закупала, всегда закупала взрывчатые вещества для своих снарядов. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны за прошедшие сутки. Редактор субтитров А.Семкин